Всем привет! Решил 5 минут времени уделить теме заказух, заказух в СМИ, заказух у блогеров, так называемых публичных лицах. Все в принципе так видят, какой на меня, Игоря Савчука, идет шквал заказных материалов. Все, кто в теме, они знают, что мы опубликовали материалы по олигарху Александру Соколовскому, который в обход санкций из России поставляет в Украину товары, при этом кричит, что он великий патриот и так далее. Он даже додумался сделать поставку брезента из России для ВСУ. Вот об этом мы написали, соответственно, война с олигархами такого рода, такими себе псевдопатриотами, она несет за собой последствия, но в принципе, вот это первое видео о таких последствиях. Значит, на ЗИКе вышла первая статья, вышла она еще в октябре месяце. Она, в принципе, ее задача была опубликоваться как первоисточник. В принципе, здесь идет речь о том, что я, Игорь Савчук, в принципе, мы занимаемся информационным терроризмом. Вот, и расшатываем таких себе честных и чистых бизнесменов, таких себе патриотов. Значит, обратите внимание, публикация Марина Приходько, автор, она написала для ЗИКа. Для ЗИКа, то есть это не сотрудник ЗИКа. Эту Марину Приходько мы искали два месяца. Мы также смотрели, гуглили, искали ее расследования и материалы, но их не оказалось. То есть это, мы утверждаем, что это простейший воды заказной фейк. Вот, далее эта статья 12 октября появляется на ЛБЮА. ЛБЮА уже подает ее как информационный рэкет. Вот, и тут же пишет, что об этом речь идет в расследовании ЗИКа. То есть не какой-то там Марины Приходько, это целое расследование ЗИКа. Ну и хер с ними. Идем дальше. Вот начинается самое интересное. Эта же статья с ЛБ появляется у известного блогера Алены Моновой. Значит, она здесь пишет целую простыню о нас. И, соответственно, выкладывает ссылку этой статьи. Очень хочу сразу же обратить внимание на простую такую вещь. Монова опубликовала эту статью 12 октября 2017 года в 13 часов 52 минуты. А теперь возвращаемся и обращаем внимание, когда же была опубликована статья на ЛБЮА. Она была опубликована тоже в 13.52. То есть вот эта вся простыня Моновой, она была заранее подготовлена. И, соответственно, Монова только получила ссылку, которую разместила у себя. Это все можно посмотреть, зайти в ее хронику, посмотреть 17 год, выбрать октябрь месяц, выбрать дату 12 число. И просто навести, навести просто-напросто курсором на время публикации, и вы сразу все увидите. 13.52, 12 октября 2017 года. Вот то же самое у нас здесь на ЛБЮА. 10 баллов Моновой. Значит, она умудрилась и такую простыню закатать. И все это буквально в течение одной минуты в 13.52. Рад, что вот где-то тут более тысячи вот этих вот лайков, этих всех репостов, вот этого всего. Стадо, которое даже не обратило внимания о том, как эта информация просто-напросто распространилась. Вот. В принципе, Монова не единственный так называемый блогер, который пытается стоять за... И отстаивать репутацию Соколовского, который торгует с Россией. Вот. Это и Матюшин, и там еще другие. Но о их зашкорах я немножко позже буду говорить. Кто не в курсе, кто такой Александр Соколовский, можете почитать о его компании, о наших страницах. На наших страницах, на наших блогах. В принципе, вы увидите все факты деятельности его и его компании. А также всех тех людей, которые пытаются очистить его репутацию. Все, всем пока, удачи!